привет всем большим и маленьким любителям посылка с китая сегодня ко мне приехала вот такая посылка заказывал я ее в магазине banggood внутри находится смартфон xiaomi и 9 пакете больше ничего не в отличие от посылок с более недорогими устройствами упаковано очень хорошо вот такой матрас надувной видите полностью запечатанная версия глобальная не 9 другие посылки они упаковывают просто вот в такой пакет и никакой пупырки не кладут что в общем-то меня огорчало до этого я распаковывал дешевый телефончик вот такой и собственно коробка была очень сильно повреждена достаточно сильно заметно так здесь все в порядке я заказал самую бюджетную версию на 64 гигабайта встроенной памяти и 6 гигабайт оперативной памяти вот видите цвет мне очень понравился ocean blue поэтому не захотел я заказывать черный как правило ocean blue стоит подороже чем черный но собственно говоря на тот момент они стоили одинаково и я заказал именно такой синего цвета очень радует что у глобальной версии нет проблем с nfc то есть все работает из коробки у не 8 работает все из коробочки уме 9 также будет все работать замечательно без всяких дополнительных проблем давайте скрывать все коробки у xiaomi очень плотная такая вот красивая упаковка здесь очевидно находит судя по толщине чехол и сам аппарат вау но цвет конечно просто очень крутой живьем это смотрится наверное даже лучше чем на камеру вы видите в данный момент так включил аппарат пусть пока загружается три модуля камера загадочная кнопка вот с этой стороны лоточек а кнопка power которая вот в общем-то похоже на эту маленькую кнопку расположена вот здесь не знаю что это за кнопка и для чего она нужна у ми восьмого такого нет сладком все ясно и к порт микрофончик для шумоподавления здесь отверстия традиционные качели кнопка power а что вот это да для меня это неизвестно ну ладно будем разбираться потом здесь монозвук один динамик внизу и второе отверстие где находится микрофон type-c и стекло сзади для беспроводной зарядки и я тоже хочу протестировать в ближайшее время поскольку ко мне до этого уже дошла вот такая беспроводная зарядка на 20 ватт самое интересное для данной модели так включился аппарат да здесь находится чехол макулатура переходничок на мини джек три с половиной миллиметра скрепочка для установки симки тоже сегодня она потребуется а зарядник внизу с кабелем type-c у синий версия чехол такой прозрачный у черный по моему он такой затемненный так давайте удалим наклейку есть такой маленький язычок не могу его зацепить об есть и удаляем наклеечку да ну прозрачный конечно выглядит достаточно бюджетно хотя ведь он очень подчеркивает цвет пока нужно выбрать язык и сделать первоначальную настройку потом уже можно будет и яркость увеличить то что на улице не так хорошо видно так русский я пролистал вот он русский далее так сейчас введу пароль получения ip адреса подключена сим-карту ставлю позднее происходит проверка обновлений пока крутится вот этот бублик телефон шел ко мне к сожалению 28 дней поскольку получилось так что из-за указания видимо стоимости аппарата его им заинтересовалась таможня вот поэтому в общем-то заказ аппаратов в китае не всегда так быстрый и немножко нервный мне пришло на на телефон смс от какого-то гбс брокера ну в общем это какой-то таможенный брокер который занимается посылками там потребовалось мне заполнить все свои данные подгрузить туда сканы паспорта сканы подтверждающие стоимость данной покупки то есть выгрузил инвойс из-за заказов в магазине banggood все это подгрузил и в общем-то через три дня по моему таможни выпустила аппарат но это заняло суммарно ну довольно таки много времени так скопировать приложение данные принесите приложение фотографии контакты в аккаунт google и можете так нужно скопировать вот поэтому если у вас задержали таможенники то это ведь он может занять практически месяц тоже но 28 дней это очень близко а если в общем-то не заинтересуется таможню то это займет у вас меньше времени поэтому поэтому смотрите сами вам можно ми девятый приобрести и в россии там на т-моле но это будет несколько дороже сейчас я войду свой аккаунт google после входа в аккаунт здесь выберите что нужно восстановить и можно восстановить все что у вас было старом аккаунте нажимаем восстановить очень удобно при приезде на новый телефон что у вас ничего не меняется вот эта отправка данных о работе устройства лучше наверное отключить чтобы не не отчитываться перед гуглом поиск сети местоположение пускай знает резервное копирование на google диск тоже в клюбе будет включена google ассистент но для меня бесполезная вещь не знаю кто умеет им пользоваться так возможно я зря делаю так позволяет вам ночи начать разговор нет спасибо наверное лучше так сделать и идет восстановление видимо из гугла всех настроек которые там сохраняются достаточный заряд аккумулятор 62 процента указано сейчас после восстановления появится шторка активно и я увеличу яркость тоже плохо видно мне сейчас на солнце черную модификацию можно уже приобрести за 358 долларов примерно то есть цены возможно еще упадут я платил 369 то есть вот за эту синюю версию оушен блю но честно говоря нравится мне больше кстати чехольчик имеет такие знаете точечки то есть структуре не знают фокусируется камера на них вот просто смотрите то есть он не полностью прозрачный не как самые дешевые чехлы имеет такую структуру вблизи он выглядит симпатичнее чем на первый взгляд так вот идет восстановление наверное пока поставлю паузу после синхронизации с гуглом с меклаудом всех на синхронизация предлагается для этого нужно ввести опять свой пароль от меклауда и загрузить все то что сохраняется в меклауде вход миг меклауд осуществлен предлагает восстановить вот последнее устройство он видит дата и время когда была синхронизация и нажимаем стрелочку вправо загрузка данных рабочего стола и пошло загружаться все приложения которые были на рабочем столе вот в последний раз на устройстве ми моем случае это старинный xiaomi mi5s а пока идет загрузка я попробую подключить к этому беспроводному зарядному устройству кабель usb type-c кабель подключен к пауэрбанку на 10000 миллиампер часов type-c и usb и он немного заряжен думаю что это выходит должно хватить и попробовать в таком с выключенным экраном допустим я но я как зарядка не начинается в чем причина пытаюсь понять мигает две лампочки по идее зарядкой должна быть возможно проблема в чехле давайте попробуем без чехла или проблема в том что он еще пока не не загрузился не настроился ну кабелем зарядка точно идет или проблема в пауэрбанке может быть он не может выдать необходимо хотя в общем то он quick charge 3.0 так мы пока отложим в сторону зарядку и продолжим настройку первоначально добавление на пауэрбанке отпечатка пальца подэкранный отпечаток пальца у меня впервые ни разу не пользовался но эта мысль мне очень нравится то есть это было немаловажно в общем то причиной покупки устроен оказывается очень просто их разбирают там внутри находится камера вот в этом месте как раз и она нацелена на палец который вы прижимаете я стараюсь разными частями подушечки пальцев прикладывать и так более точно и вот собственно вот эти вот настройки которые потом могут так программу улучшение качества я рекомендую отключать данные для диагностики также отключать обновлять автоматически миюай также отключить и персональное обновление это по моему реклама по сути это просто реклама по русски приложением доступ к вашему местоположению ну это можно потом давать отдельно ну давайте я оставлю пускай не знаю где я нахожусь так тему наверное я поставлю открытый космос она потемнее для алет экрана лучше подходит и настройка завершена все готово но вряд ли все приложения загрузились которые были у меня установлены это происходит в течение какого-то времени вот скорость такая вот невысокая пока загружает телефон все необходимое все приложения там внутри экрана с приложениями это занимает значительно больше времени вот видите вот это ожидание это то что еще не загрузилась так отключим автояркость выключена и максимальная установлена да и вот собственно говоря сейчас будут загружаться уже загружается из миклауда завершение настройки обновляются библиотеки в общем сейчас идет загрузка из сети активная вот видите один мегабайт мегабайт в секунду БК пытается что-то предложить рекламное вот мое предложение вот черная тема для алет экранов подходит лучше всего так ну попробуем еще разок беспроводную зарядку то есть что с ней ну нужно конечно питать не от пауэрбанка на улице а в общем то от сети от нормального адаптера питания поэтому я думаю с этим связано ну да зарядка не идет поскольку мне плохо видно вот эти лампочки но две лампочки там горели ну в любом случае сегодня я протестирую его от родного адаптера питания кстати который я так этим не посмотрел что за блочок лежит по умолчанию двенадцать вольт до полутора ампер пять вольт два с половиной ампера в общем можно посчитать но это естественно не 27 ваттный блок питания 27 ватт максимально его нужно приобрести отдельно но от этого тоже хорошо будет работать беспроводная зарядка вот это 20 ватт на на полную или не на полную нужно посчитать вот умножить соответственно 12 вольт на полтора ух ты это видимо always on display такой или это просто заставка нет это заставка очевидно оп как работает разблокировка очень прилично оп то есть на нужную зону тут не весь экран естественно только эта зона сменил локацию подключил беспроводную зарядку к розетке и попробуем оп сразу подхватилась беспроводная зарядка и видеть какая анимация очень красивая зеленый вот этот символ зарядки так что у нас раздел питания это может быть это и это В общем, здесь пока только символ зелененький на батареечке. Никаких дополнительных, в общем-то, символов здесь нет. То есть только когда снимаешь, он пикает, и когда опускаешь опять на зарядку, оп, пошла снова зарядка. И через какое-то время она, видимо, пропадает. Ну да, это логично, чтобы не было этой анимации до окончания зарядки. Потому что процесс длительный, даже 20-ю ваттами. Да, оп, пропало. Но зарядка, естественно, продолжается. На этом, я думаю, распаковку можно закончить. Пока у меня установятся все приложения. Видите, они постепенно загружаются. Здесь вот ожидания у незагруженных приложений. Экран потрясающий. NFC очень удобно использовать в городах, где много мест для оплаты бесконтактными картами и, соответственно, телефонами с технологией NFC. В остальном он во многом напоминает Mi 8. Ну, естественно, лучший процессор Snapdragon 855. Экран. В экране встроен сканер отпечатка пальцев. У Mi 8 он был сзади, с тыльной стороны. Палец нужно подносить. Но, в целом, и чуть, по-моему, он полегче. Чуть-чуть на несколько грамм он полегче. И челка здесь реализована, как вот это, небольшой каплевидный вырез, а небольшая монобровь, как у Mi 8. В остальном они, в общем-то, схожи во многом. Технологии экрана одна и та же. Если Mi 8, я думаю, подешевеет значительно ниже 300 долларов. То есть будет где-то... В данный момент его можно купить за стоимость 304 доллара. Вот таким вот образом на сегодняшний день. По-моему, уже китайскую версию можно купить за 293. И если вот глобальная опустится ниже 300 значительно, то, в общем-то, Mi 8 будет тоже очень интересен, я считаю, к покупке. Ну, я себе взял Mi 9, он поновее, подольше послужит, я надеюсь, Mi 8. Поэтому вот такой выбор. Если понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк внизу под видео. Ссылку на магазин Banggood, где приобретал, будет внизу. Также приведу ссылку на Mi 9 на Алиэкспрессе. Потому что там приобретать многим удобнее. Видите, постепенно ставятся приложения и предлагают их запустить. И если вы любите смотреть распаковки разнообразных товаров из Китая, то вверху вот здесь подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok